физкульт привет друзья и ученики это рубрика открытый микрофон куда вы можете присылать свои видео на темы которые мы обсуждаем поднимаем на нашем канале положительные или отрицательные отзывы пожелания высказывания каждое должно быть услышано и скульт привет это мое видеообращение от имени тех кто занимается периодизации на актуальную и злободневную для нас тему эта тема работа с большими весами поясню почему это так важно мы работаем в периодизации одна важная составляющая ее часть это статодинамическая именно эта часть вызывает постоянные споры ругань даже оскорбительное видео некоторых популярных блогеров эти же споры выходят за рамки блогеров и приходят бесконечные споры среди простых обывателей зала основной их негативный посыл это работа с малыми весами не имеет смысла считаю очень важным объяснить всем что мы не работаем с малыми весами мы работаем с максимально возможным большим весом необходимым для проработки окислительных волокон для добавления митохондрии гликолитические волокна и прочих биохимических радостей мышцах для нашего построения тела я могу сказать тебе ты делаешь сгиб на бицепс бедра с весом 75 килограмм это класс это огромный вес а на бицепс руки делаешь с гантелей всего 15 килограмм это же ужасно мало как так можно вот вес 75 килограмм вот это вес ты мне ответишь дорогой мой сходи к психиатру какое отношение используемый вес для бицепса бедра имеет бицепсу руки но тогда какое отношение имеет вес используемый при работе на гликолитические волокна к весу для работы для работы на окислительные волокна только то что они относятся к одной части тела но ведь функция структура совсем разная также как функции бицепса бедра и бицепса руки с таким же успехом можно сказать своему врачу стоматологу и что ты там сверлишь мой зуб каким-то миллиметровым бором надо это делать отбойным молотком как делают эти мощные ребята долбя асфальт ведь это так круто нельзя никогда забывать что рабочий вес это тоже инструмент и в зависимости от того что мы хотим сверлить или долбить надо выбрать инструмент адекватные для выбора цели поэтому полный бред сравнивать рабочие веса на гликолитические и на окислительные волокна это совершенно вещи разные о каком малом весе может идти речь если адский огонь в мышцах и образ зои космединвянской которая страдала возникает перед нашими глазами во время конца статодинамического подхода малый вес это недостаточный вес для проработки мышечных волокон это вес который не прогрессировал длительное время и это надо понять всем сомневающимся сравнивать классический тренинг и используемый при этом веса со статодинамикой это все равно что сравнивать стоматолога и гинеколога от того что оба работают в дырках дырки эти разные и требуют разные методики работы с ними и разные инструменты